В 2014 году родные и близкие отмечают 100 лет со дня рождения публициста, журналиста, писателя-мариниста, настоящего одессита Ивана Петровича Гайдоенко. За 80 прожитых им лет он много где побывал, но всю жизнь любил Одессу. Именно одесситам, особенно морякам, портовикам, докерам посвящены его книги, на которых воспитывались поколения советских школьников. И может воспитываться нынешнее, если захочет. А оно захочет, особенно если побывает в мемориальной комнате в квартире Ивана Гайдоенко, где он жил и творил. Иван Петрович едва ли не всю свою жизнь посвятил борьбе за мир. В годы гражданской войны в Испании он был членом экипажа теплохода «Комсомол», который был потоплен фашистским крейсером. Иван Гайдоенко посидел в тюрьмах и в испанской, и в нацистской. После этого понял, бесчеловечным идеологиям не место на нашей планете. Во время Великой Отечественной войны он уже начинает писать, потому что он не мог, он должен был поделиться с миром, чтобы рассказать, раскрыть истинное лицо, что такое фашизм. И у него тогда уже в 42-м году при фронтовом Чкалове, издательстве, город такой Чкаловск, выходит первая его книга «Фашисткам плену», где он рассказывает все ужасы, коварства этого страшного врага. Как журналист, писатель, маринист, Иван Петрович восхищался людьми, чья профессия так или иначе связана с морем, портом, флотом. Один из его первых послевоенных очерков был посвящен водолазам Одесского порта, которые в послевоенные годы очищали акваторию от мин. И подвиг этих людей действительно вдохновлял. Когда приехали англичане и посмотрели на то, что осталось после порта в Одессе, они сказали, вы восстановите это не раньше, чем через 20 лет, но наши советские люди восстановили через два года это. Когда встал вопрос о том, чтобы установить мемориальную доску в память выдающегося Одессита Ивана Гайдоенко, начались затруднения. И если бы не друзья и почитатели талантливого мариниста, о Иване Петровиче сегодня бы помнили и знали намного меньше людей. Но сохранить память помогли люди, которые воспитывались на его книгах. Журналисты обратились ко мне помочь сделать мемориальную доску. Мы ее сделали, коллективу моим, и возразили ее на школе в поселке Черноморка, города Одесса. И все-таки главная его память – нескончаемая мудрость и любовь к морю, которой пропитана каждая строчка его книг. Анатолий Косин, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».